Его же слово на изречение «Помолитесь и воздайте Господу Богу нашему» Салом 75, 12, 672 Наставники этого мира научают детей чтению письмен, а учителя церковные наставляют своих учеников к совершению подвига в несомненной истине, сказанного и можно удостовериться, возлюбленные, и считанного нами сегодня в Псалме. Псалом 75, стих 12 «Помолитесь и воздайте Господу Богу нашему» Так некогда говорила блаженная Иудич, когда Вавиланян Алафер со своим войском осадил Иерусалим и закрыл все источники, снабжавшие город водой. И евреи погибали от недостатка воды до такой степени, что готовы были вместе с городом сдать все тому, кто довел до такой крайности. Тогда эта блаженная выступила с отважной мыслью и твердым решением и воспрепятствовала сдаче города. Она отважилась сражаться и воевать с таким войском, и желая отомстить за свой полк и спасти город, с твердой надеждой на Бога отдала свою телесную силу на борьбу с врагом. Тогда-то она говорила священникам и всем верным «Помолитесь и воздайте Господу Богу нашему». Выйдя из города по наступлению вечера с одной служанкой, с запасом пищи, одобряемой верой, потому что будучи иудеянкой и удерживаемой законом, она не хотела питать физической пищей. Она явилась к Алаферну в качестве перебежчицы, в чистой одежде, подобающей женских украшениях, и пленила иноплеменника страстью к женщине, сохраняя свою чистоту, потому что целомудрие не было нарушено. Ночью же, когда весь лагерь был погружен в сон, Алаферну пился вином до бесчувствия. Мужественно вооружившись обоюдоострым его мечом, она обезглавила его. Очевидно, Бог подкреплял руку молодой женщины. В ту же ночь, когда она совершила подвиг, возвратившись в город победительницы и выбросивши голову его через стену, она возвестила всем иноплеменникам свою победу над ним. Так что утром, увидевшись своего вождя погибшим от руки одной женщины, они, объятые сильным страхом и ужасом, бежали перед евреями, причем исполнилось написанное, что один погонит тысячу, а два тетьму. Действительно, оказывается, что храбрейший Самсон один прогонял тысячи, а мужественнейшая Иудив вместе со своей служанкой обратила в бегство десятки тысяч иноплеменников. Видишь, какое благо помолиться и воздать Господу, Богу нашему. Так же царь Езекий верный муж, полагаясь на веру и молитву больше, чем на оружие и воинскую силу, сверх ожидания одерживал победы над неприятелем. Именно, когда Синахирим пришел с великим множеством, осадил Иерусалим и поносил верных, Бога, то прислал Езекий письменные ругательства против Бога. Тогда Езекий, взяв его письмо и прочитав перед лицем Божиим, помолился и воздал Господу Богу нашему, после чего немедленно избавился от укражавшей ему опасности. Быстро и чудесно получил он помощь от Бога. Один ангел с мечом сошел в ту ночь с неба и поразил сто восемьдесят пять тысяч иноплеменников. Никто из них не мог устоять под ударами его руки, чтобы научились языческие народы не воздвигать на Бога хульный язык. Вот какое благо, возлюбленные, помолиться и воздать Господу Богу нашему. Это испытал и мудрейший Давид, когда при Сауле царе Израильском иноплеменники выступили войной против израильского народа, они выставили одного мужа-великана телесной силой, а самомнением даже больше, чем великана, громко кричавшего и громко взывавшего на единоборство. Это был Голиаф, при виде одного роста которого евреи были объяты страхом и ужасом и убегали от воинской схватки. Тогда выступил Давид, сохранивший присутствие духа, и знавший, что для победы ничего не значит сила тела, ни воинский или конный строй, потому что не спасется царь множеством силы, исполина не защитит, великая сила его, ненадежен кон для спасения. Взяв пять камней, символ данного им от бога пятикнижия, малый, юнейший, уничижаемый своими врагами, одним ударом камня поразил его в лоб, поверх ниц надменного великана. И достойно исследования возлюбленное, почему Голиаф, пораженный в лоб, не опрокинулся назад, но повергся на лицо? Очевидно, мы должны думать, что позади богоборства стоял ангел, повернувший его ниц. Таково благо помолиться и воздать Господу Богу нашему. 674. Блаженный Моисей вывел народ еврейский из Египта и привел к берегам Красного моря. Египтяне с сильным и многочисленным войском преследовали их, а евреи были не в состоянии ни оказать сопротивления, ни спастись бегством, потому что пред ними растилалось море, не позволявшее бежать, а сзади вооруженное грозное египетское войско нагоняло на них страх. И сколько евреи радовались при воспоминании о только что совершившихся событиях. Столько же они теперь были объяты страхом, неожиданно увидевши за собой фараона и египтян. От беспокойства они пришли в волнение, подобно тому, как волнуется море, когда сильные ветры нападают на него. Так что в отчаянии страхи говорили Моисею, видишь, какой конец нас ожидает и какой страх объемлет наши души. Нам уже готовят участь быть пищей для птиц, видя, что мы дошли до крайности и находимся в совершенно безвыходном положении. Что же ты медлишь, о, Моисей? Лучше было бы нам умереть в Египте, чем дойдя сюда, видеть своих детей и жен и себя самих преданными в добычу и на растерзание диким зверям и птицам. При таком-то стечении обстоятельств фараон под влиянием досады действует самонадеянно, как власть в руках имеющей, и вооружается против самого Бога. Тогда Моисей что говорит им? Не бойтесь и не устрашайтесь, помолитесь и воздайте Господу Богу нашему, и вы увидите посылаемую вам от Бога помощь. Господь сразится за вас, а вы молчите. Когда же была вознесена Богу такая молитва, тотчас влажное море превратилось в сушу, и пред ними открылся свободный путь. Нужно было видеть возлюбленное это удивительное зрелище. Море, только что пенившееся, а теперь раступившееся, две водяные стены, мрачные, темные с обеих сторон, неподвижно нависшие над Израилем. И до тех пор стояла вода стеною, пока Израиль без всякой поспешности и торопливости не перешел море. И они прошли с радостью, как по зеленеющему лугу, а их враги египтяне, как свинец, погрузились на дно моря. Такого-то благо помолиться и воздать Господу Богу нашему. Или разве в пустыне не встретили они нужды в воде и хлебе? Да и как могли они не потерпеть недостатка в воде и хлебе среди пустыни, где не было ни пашни, ни винограда, ни дерева, ни травы, ни сени, ни жатвы? Но святая молитва и здесь открыла им небо, чтобы дать манну. Подвигла воздух дать мясо, а из скалы произвела для них струи воды. Таким образом, три стихии служили им небо, воздух и камень. Небо сеяло для них белоснежную воду, воздух без труда доставлял им откормленных перепелов. Целого дня мне будет мало для того, чтобы перечислить победу, задержанные, вопреки всяким ожиданиям, по молитве правоцов, пророков и царей из случаев, дарованного по молитве доброго и спасительного избавления от болезней, опасностей и других затруднительных обстоятельств. Так велико благо по молитве воздать Господу Богу нашему. Если кто из вас находится в таком положении, которое у людей считается безнадежным или угнетается какой нуждой или опасностью, пусть он вспомнит об этом изречении, пусть помолится и воздаст Господу Богу нашему, и он увидит спасительный и блаженный плод этого прекрасного наставления. Если же кто хочет, возлюбленные, и иначе понять этот стих в Писании и скажет, что помолиться, значит обещать, то есть в таком случае это на изречение будет полезно. Много раз находим в Писании помолиться, значение обещать. Так Премудрый говорит, благо тебе, лучше не обещать, нежели обещать и не сделать. Иклисия 105.4 То есть не давать обеда Богу лучше обеда, чем дав обед обмануть его. Почему и наставляет, да не солжешь в словах твоих во время молитвы твоей. Ты обещался посвятить Богу твою дочь или сына твою, выздоравливающую, от тяжкой болезни, да не солжешь в словах твоих во время молитвы твоей. Но как блаженная Анна, будучи прежде бесплодной, дав обед посвятить Богу то, что родится у нее, и исполнивши это, и сама сделалась наследницей вечного благословения, да и сын ее Самуил считается первым и избранным между пророками и настолько почтен Богом, что сопричислен с Моисеем и Аароном. Моисей и Аарон, вереях его и Самуил в призывающих имя его. Салам 98.6 Первое благо есть обещаться, то есть дать обед. Второе же исполнить его без замедления, с чистым и добрым усердием, потому что доброго и доброходно дающего любит Бог. Так Авель угодил Богу, потому что принес ему дары с искренним и добрым расположением. Каин же сделался неугодным Богу, потому что приносил дары ему не от чистого сердца, но с огорчением и принуждением, расстроенный славой брата. Ужасную искру зависти допустив в свое сердце, он распалился коварным убийством, вместо того, чтобы подражая боголюбезному расположению брата, и самому получить у Господа равную с братом честь. Теперь же презрел близкое и единокровное родство, и, отвергнув Бога, предостерегавшего его от беззаконного дела, льстивыми словами заманив юношу в поле, он погубил убийством прекрасное создание Божие. Он первый произвел братоубийство, первый осквернил землю кровью, первый открыл ворота смерти. Смерть еще щадила людей, когда Каин своей завистью породил убийство. Чем же, о Каин, мешала тебе жизнь Авеля? Или какую пользу принесла тебе его смерть? Или лучше сказать, не повредила ли она тебе? Вот ты и оканчиваешь жизнь смятений ума и трясения. 676 О, зависть! Сестра лицемерия, виновница коварства, сеятельница убийства, змеиное семя, губительный свет. Что сквернее зависти? Ничто. И саму и смерть, что породила? Ничто другое, кроме зависти, как свидетель в Святописании, говоря, что Бог смерти не сотворил и не веселится о погибели живущих. Но зависть и дьявола смерть вошла в мир. Премудрость 1.13.2.24 Мне кажется, возлюбленные, что зависть есть изобретение змея и что невозможно иметь зависть откуда-либо иначе, как если только змей порождает ее, тайно вполшив кого-либо и извергнув яд из своего сердца сердце принявшего его. Таким образом, завистник стоит в ряду со змеем и имеет ту же силу. Ты видел завистливого? Видел змея? Своё он говорит тебе, как друг, а твоё принимает от тебя, как враг твой. Приходит змей к Еве, как друг, чаруя ее сладкими словами, но уловляя ее горькими мыслями, на устах неся мед, а в сердце скрывая меч, в одну сторону скрывая голову и в другую виляя тебе хвостом. Приходит к Аверю Каин, как друг, говорит мирно, а думает враждебно. Коварством дышали его уста, а зависть скрывалась в его сердце. Приходит к тебе завистник, он говорит приятное тебе, обращаясь к тебе сливыми словами и вкрадчивым смехом, он заставляет твое лицо просветлеть, он раскрывает твое сердце, чтобы опустошить сокровенные его тайники. В беседе он выведывает твои тайны и разнесет их повсюду. Если ты обманываешь его, он не переносит этого. Перестает смеяться, улыбка исчезает с его лица, он стоит с видом сурового обвинителя и не двигается, пока не заметит твоего смущения и тогда начинает смеяться. Если наперуть что-нибудь говорится против тебя, он жадно прислушивается. Хорошо. Если же что-нибудь говорится в твою пользу, он, вставляя различные слова, отравляет внимание слушателей, чтобы сказанное тебе не принесло тебе пользы и в твоем отсутствии. Что хуже завистника? Ничто. Каким зверям причислить его? Если сравнить его с альвом или барсом, ты найдешь в завистнике больше зла, потому что всякое животное любит подобных себе. А завистник брата своего ненавидит и его убивает. Вороны питали Илью на горе, а братья пожрали Иосифа и зависти продали его. Змей при зависти обольстил Еву и Каин по зависти убил Авеля. Кид в глубине моря дал приют Ионе, а Саул при зависти преследовал Давида. Львы устыдились Даниила, а иудеи зависти распяли Христа. Ядовитые змеи укращаются лаской, а завистники, получая благодеяние, еще более разжигаются. Но чтобы не показалось возлюбленной, что мы слишком преувеличиваем и выходим из пределов нынешнего чтения, возвратимся к рассматриваемому изречению. Помолитесь и вы, преследуемые завистью, чтобы не потерпеть вам от завистников чего-нибудь худшего и самим не впасть в тот же недуг, потому что, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не пасть. Помолитесь и вы, завидующие, чтобы, извернувши змеиный яд, вам сподобиться небесного хлеба во свидетельстве чистой совести. Помолитесь и воздайте Господу Богу нашему. Большую силу имеет возлюбленная молитва, делающая невозможной для людей возможным. Помолился Моисей, иссушил море и провел евреев как бы по цветущему лугу. Помолился Иисус на вин и обратил вспять струи иорданские. И исполнилось написанное. Море, что ты побежала, иордан, что ты возвратился вспять? Псалом 113, 5. Помолился Илья, вознесшийся на колеснице, и заключил облака, приносящие дождь. И опять разрешил их потом своею молитвою. Помолился тот же Илья, и бедный вдовицы давал каждый день муку Илей в меру ее веры. Помолился ученик его, Ильисей, и самамитянка, будучи прежде бесплодна, вопреки надеждам, родила сына. Помолился Давид. Даниил, и не спроверг вилла, убил змея, и львов научил смотреть на небо. Помолились три отрока в печи, и пышущий пламень печи был погашен. Помолился Езекий, исцелил свою болезнь, отвратил смерть, и на 15 лет увеличил срок своей жизни. Помолился Иона, и ки сделался кротским, и на три дня принял его свое чрево, чтобы показать, что для святых и в морских безднах найдется убежище. Помолился благочестивый Давид, и от руки ангела получил свет. Помолилась Сара, дочь Рагуилова, в Экаптанах, и обратилась в бегство демона, губителя мужей. Помолился Сила и Павел, находясь в темнице, и земля потряслась, звери темницы раскрылись, и железные оковы распались, и все содержимые в узах оказались свободными. Помолился Петр, и Тавифа воскресил из мертвых. Помолился тот же Петр в Риме, и не зринул Симона, летавшего по воздуху, и в то же время не допустил римлян бить его. Молитва восстанавливает мертвых, прогоняет демонов, исцеляет болезни, разрешает смерть. О, молитва подательница жизни, сокровищница здоровья, свет надежды! Итак, помолитесь и вы, возлюбленные, и воздайте Господу Богу нашему, потому что Ему подобает всякая слава во веки веков. Аминь.